Рыболовный привет! Вы на канале Страшная Рыбалка и с вами Алексей Страшный. Сегодня у нас флэтфидерный турнир нашего рыболовного клуба, который мы проводим на озере Трофейном, в населенном пункте Лыченко. Очень хороший дружественный водоем, на котором много-много рыбы. Очень он красивый. Посмотрите, за моей спиной лес и озерцо так спряталось между холмами. Красота неимоверная. Рыбы просто уже поймал каждый, кто умеет и не умеет ловить. Поэтому смотрим за рыболовами, наслаждаемся классным днем и будем взвешивать и определять победителя. Субтитры создавал DimaTorzok Всех рады бачить. Дивлюсь, что появились новые обличия, которым интересно, что такое флэтфидер. Поэтому это всегда приятно. Клуб НХНЧ и торговая марка Федерстрайк проводят соревнования про флэтфидер. Еще буквально пару слов. Мы всем очень благодарны, что вы поддержали наш первый турнир. Он дебютный в флэтфидерном направлении. Наразі каждый учасник отримает от нас свеженький комплимент. Это такой пряник рыночной работы. Ну давайте начинать за рыбкувание. Какие крупные люди говорили? А почему вы вот так вот так поставили? Нет, я покажу, что тут человек подготавливает. А с водкой мая будет вот так вниз тут. Ага, вот так вот вы сидите, и у вас она мое стоять вот так, вот так. А гачки какие? Кренки. Это может еще и великовать. Он у вас не возвращается. То есть у вас волос мое быть дольше. Або эта штука меньше. Давайте так, начнем с того. У вас есть вот эта штука, вы в ней верите, да? Вы ее там закинете с старта. Я бы на вашем месте никому не верил. Тут просто много такого коробка. Есть 8-10, но выиграют те, кто будет ловить такого. А вот он мягенький, свеженький. Ага, тут он может не... Только приехал. Не зашел. А знаете, до речи, почему подрезание работает? Почему? Ну, я бы не поднимаю. Нет, нет, нет. Бои открываются. Ароматы? Угу. Закрытие. Угу. Закрытие. Ну, будь-який там попа, бойл. Его ж оболонка. Стримаю все это. Угу. О, это просто. Это просто. Гей. Видели, как мне дистанцию? Показываю. Дистанцию. Слушайте, ну тут даже попасть... Ну, каждый сможет. Я бы на вашем месте еще пару шариков рукой связал. А нельзя. У вас уникальная... Что у меня уникальная? Уникальная тактика закормов в этом. Да, да, да. Я так это... Надо выделяться, правда? Да, надо сбить. Ну, почти попал, кстати. Надо сбить. Я скажу, что карповая рыбалка, она связана с тем, что надо точку держать. 2-3 метра в диаметре. Да, да. Тут, как бы, наоборот, не надо точно. А что по темпу скажете? Я бы, вот, 5 метров. Держал. От 5. И в начале тоже. Ну, в начале тем более. Кстати, как его сейчас... Так, ну, на вас камера. Я надеюсь, что вы не подведете ожидания. Надеюсь, что там и можно. Он сверху бьет, хвостом бьет. Эти блогеры, они всюду. Да. Не дают тебе беспокойствия. Алексей, что скажете по перегрузу удочи? Ломай эту. Ломается. Ну, ты серьезно, Ванюшек. Шляпа у тебя какая-то красная, коричневая. Где? Вот это что это? А, ну, это. Будем хотя бы пробовать хоть одного. Ну, так все красиво выглядит. Красиво выглядит. Мне же начинается, это нравится. Никуда спешить не надо. Что это, бомба чеснок? Это карп род слива. Замешал я за прикормка, как будто кого-то убил. Руки красные просто. Вот. Ладно, еще фидер, но в каком-то ковырялся черный. А тут все красное, фиолетовое, розовое. Сейчас вот-вот уже будет этот. Мягко только бросай. И обязательно там типа полтора-два оборота оставляем. Ну, может больше. Я сегодня, Ванюшек, за фотографа, за видеооператора. Слушай меня больше. Азар не гадает. Я бы его поставил вот так, чтобы тебе коми играл. Потому что здесь типа ты можешь потекать раньше, чем он берет, понял? Ну, то есть у тебя удочка, ты типа видишь по клевке, ты уже шваркаешь. А еще рано. Понял? У тебя удочка стоит так, у тебя идет загиб. И ты туда. Тебе идеально вставать в ботину. Но в этот момент тебе надо задерживать катушку. То есть ты сдерживаешь катушку. Я, значит, с камерой не ошибся, да? Это же совсем иной расклад и вид. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый год. Уже клюет. У всех клюет. Так, плов уже он напитался. Все же надо зафиксировать, понимаете? Нет, уже никуда не спит. Уже рыбалка вдалась, да? Да, у тебя прекрасно. Спит, сынок. Заряженный. Расти большой, не будь большой. Давай, пошел. Правильно, по-пит берег, по-пит берег. О, и собака завыла, салютуя. Это? Попелочка? Да. Первая, это вот два. А вторая, вот эта, как, как бубу. Какой? Надо Женю звать? Точно. Ну, конечно. Это пять. Это пять. Это пять. Да, ну, конечно, пять. Пятерочка. Ну, ё-ё-ёй. И вот, смотрите, в авторе. В авторе какой флетик такой. Оп, красота. Так, ну, Дима делает ветер. Он уже, глядя, какого кабана в поле. Такого, ну, это пять. Давайте так, это пять, 220 где-то. Что вы скажете? Ну, не знаю. Ну, вот это, я думаю, что надо его взвешивать. Ну, типа пять, наверное. Так, у нас за час пойман одним участником 15 килограмм. Мы, кстати, отошли, вот на секундочку, уже 7800 лайков. Дмитрий Батькович, вы очень хорошо ведёте историю. Очень хорошо. Рыба клюе такая просто капать. Величезно он, Дима, пеймал. Так, мы же обещали сделать. Монтажик. Так, для Богдана сделаем монтажик. Вот у нас этот, смотрите, жёлтый в авторс. Вот такой. О. А, ну, я достал. Ну, я его же прям пенею пол. Супер. Теперь мобильный крючочек. Сейчас как их заболит, так заболит. Да, только что так и было. Причём он интересно так дынь-дынь-дынь-дынь. И пошёл, и остановился на месте. И ты его хопа, а он туда бах. Всё, а здесь он пусть ставит стопорожью. Я понёс. И всё. Так, пока там тик-топ устрим, давайте стопорок. Где он тут есть? Пять двести двадцать. Ну, перша. На той момент была перша. Вот это ставка. Вот вам готовый поведать. Только тягните обережно, бутоненька жилка. Ну, Женчик, давай твои ставки. Я думаю, что пятера, не? Да. Сейчас вам покажем, что здесь. Видите-ка, сколько всяких приспособлений, чтоб бережно. Так, у нас всё очень... Не-не, ну, это с этой штукой, да? А сколько она? Двадцать. Четыре девятьсот сорок. Четыре девятьсот сорок. Ваше впечатление. Всё, выпускаем? Выпускаем. Получил не леща, получил карпом, да? День прекрасный. И спрашивает, литринку брали? Не-не, нужно бухаемо. На рыболовничный можно пить, вот это ж очень опасно. Можно и в воду нырнуть в умостки, я бачу в такие выпадки и... Как оно называется? Ещё гачки ловили друг друга, тому не. Только, только всё натуральное и для рыбалки. Не-не, тем паче, я завжди за кермом, тому, взагалі, не дуже. Ну что, пойдём пообщаемся с участниками, а вы там лайков насыпайте, пишите, задавайте вопросы, а я вам буду всё показывать. Ты знаешь, дела хорошо. Погода прекрасная. В моём секторе только дохлая. Да, он плавает дохлый рыбак. Смотрю, как прекрасно ловятся мои соседи. А что там Андрюхин? От нуля ушёл. Ага, ну это уже хорошо. По хранению с его соседом он ушёл от нуля. Да, я, кстати, пока все смотрят, расскажу вам о нашей петиции о запрете промышленного рыболовства. Всем рекомендую её подписать. Всех прошу её подписать, потому что это очень-очень важно. Ссылочка у меня в каждом видео на YouTube-канале. Поэтому сделайте важное дело для рыбы Украины. Ну а мы будем стараться дальше уже побороть эту такую нехорошую историю, которой нет в Европе, уже юридическим методом. Но если петиция не наберёт 25 тысяч подписей, то все старания будут зря. Так стало всё, что Украина уникальная краина, где ещё истнует промысловое рыбальство. Что это такое промысловое рыбальство? Это легализованное браконьерство, когда люди купят квоти на вылоп и сетками ловлять водосховищ. Ну, это очень просто сказать. Это всё не контролируется. Виходит, что люди выловлюют просто столько, сколько могут. Купают минимальные квоти. Это чёрные деньги. Ну, это очень паскудная история. Ну, большая проблема для водой. Большая проблема вообще для экосистемы. Ну, но, на жаль, всё это существует. Ну, это 6. Минимум. Да, 6. Это 6. Есть. Вот и больше. Опа. 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 Очень не смачный. Старый. Я пожарю, поверьте. 670. 670. Я такой пловятник начинающий. Турнир для участников продолжается, затишье в клюве, как обычно, в начале все хорошо, дальше хуже, и в конце может быть еще одна активная фаза. Поэтому ждем ее, а мы пока готовим плов. Смотрите, зервачок, это то, что там будет париться, а это какая-то секретная узбекская специя. И мы его... Михалыч, смотрите, что делаем. Ну, вот такой вот у меня экспириенс по приготовлению плова, под чутким дистанционным руководством Андрея Сокола. Благодаря ему, собственно, этот плов хороший, плохой он получится, но он получится. Вот, потому что Андрей приготовил нам все продукты, нужные пропорции, специи, и вот я просто это все как по четкой инструкции смешал. И, ну, мы надеемся, что все получится. Как клево, как ожидание, как реально? Ну, реальность, реальность ожидать. Плов пока неизвестно. Он там еще в какой-то стадии, я ее не запомнил. Находится. А ожидания, ожидания как бы не такие, как хотелось, честно. Ну, это рыбалка, это нормально. Может, участники ловить рыбу не умеют? Может, участники. Ну, погода сегодня, конечно, для плова, а не для рыбалки. Поэтому, наверное, плов должен быть лучше, чем рыбалка. Мне кажется, что потеплело и нет ветра, и рыба, возможно, в верхних слоях или вся, да, на мелководье, где там первый сектор у нас ловит, она вся там скопилась и греется. Ну, скорее всего. Если был бы ветер и немножко огонял воду, то, может быть, она бы шевелилась. А так, по последним пару часам ловится только крупная рыба, мелкая вообще мы не видим практически. То есть, там шестерка была. Вот только что взвесили 8-900, пока самая большая рыба. Вот, а мелочь вообще пропала, и там только первый сектор, на свалик ловит ее. И то уже не так резво, как с утра. Да, ну, зато отдохнули хорошо, погода прекрасная, все, я думаю, довольны будут все равно. Компания хорошая. Лов готовится, бурлит. Буквально 15-20 минут осталось до завершения турнира. Многие участники уже от безнадехи собираются, но как раз у тех, кто до последнего будет ждать поклевку, она, возможно, и случится. Ну, а мы готовимся к взвешиванию, мы готовимся заполнять протоколы, да вот, и угощать участникам вкуснятины. Очень простые правила у этого турнира. Все, что необходимо, это поймать больше остальных. А рыба, которая имеет вес больше трех килограмм, ну, или действительно крупная, там, два с половиной, три, которая, ну, вот, поймана. Мы ее стараемся сразу взвешивать, чтобы отпустить, чтобы она не томилась в садке, чтобы, ну, реально она там не уставала. Было сегодня, ну, так, на вскидку 7-8 хороших рыб, прекрасных таких, там, 5 плюс. Много мелкой рыбы было сначала, а потом она закрыла рот, и сейчас в основном клюют крупные особи. Посмотрим, кто победит, кто сделал правильный ход, правильную ставку, выбрал правильную тактику. Пока самое прекрасное, что может быть в этот день, это еда, которая еще не готова. Ну, она же видит, что-то она доходит. Да. Что сегодня? Что, я видел у тебя поклевка вроде сначала. Мне кажется, это была не поклевка, это, ну, задело кормушку или что? И ты сиканул. А я сразу сиканул. Сыканул. Сыканул и сыканул. Это же я первый раз уцелывал на змаганиях с флет метода, да. Что можно сказать? Это не я виноватый, что я не зловил, то рибы не было. Риба не клювала. А чего не клювала? Бо у рибы клюва нема. А я надеюсь, что он есть. Нет, а теперь серьезно. Ну, вообще, типа, дивиться, как кто-то ловит, ну, было прикольно. Мабуть, эмоции были у людей прекрасные. Но я вообще не понимал, что надо делать. У меня там, что были, там, болики, там, попапчики, все дела. Я вот это их все перепробовал. Ничего не делать. Корма перепробовал, ничего не делать. И что дальше делать? Вот, какие, может быть, взагалі варіанти, чтобы рыбу споймать? Ну, есть тут очень много. Да? Тут очень много рыб. Но руки у некоторых рыбаков, они... Они бы сюда приехали за пловом просто. Да, им... Ну, и нужно было взять водку просто закинуть. Я уже через час думал, как я буду есть плов. Ну, ничего, у нас картофелька будет. Да. О, так что... Ну, я думаю, что я еще пару раз прийму участь. Вот такой вот досвід. Ну, ничего, первый раз нормально. Но вот прессинг, и он вот тут... Ну, да, мне нужно научиться. У меня, по-перше, нет всего этого арсенала, чтобы я мог быстро что-то поменять. Как приехал мне, там, обмежена кількість... Ну, это все не для такой рыбалки. Ну, и они тяжкие, большие. То есть, в этом прикол. Вона рыба подходит, воно залетает, легенький гачок, и он его прошивает. И вы там все склали уже? Да, да. Вот тут швидко. Она простенькая, ты ставишь по форму на нее сверху, сверху можешь там вёдра прикормкой, как бы наваливаясь, да, и так они, да? Так, ну что, я бачу много счастливых облич, очень приятно, рыбалка, рыбалка была, да, такая себе сегодня. Как видите, результаты тут, в принципе, могут быть достаточно большие, поэтому на наступное, там, кто планует на подобные водоймы ехать, я думаю, нужно два сутка брать минимум. Четвертое место, вага 7,940 кг, три рыбы, Дмитро Барсук. Но я все там нагрожаю, можно сразу съесть. Нет, это в карманчик. Третье место, с трьома рыбами, с вагой 8 кг, 770 г, займае Гежа Олексій. Уууу! Поздравляем. Друге место, с однею рыбою, самою великою на сегодня. Ею вага была 8,930 кг, займае Артур Ванденко. Боец одного выстрела. Ну какой? Одна рыба была. Так, ну и первое место, кто не знает. Там видели мы на десятое минуте где-то. И мав 33 рыбы. Я думаю, было бы лучше, если не ленувался. Загальною вагой 50 килограмм 510 грамм. Орлик Валентин. Аплодисменты всем участникам. В кого удалось, а в кого нет. Просимо подойти сюда на памятную фотографию и будем уже есть смачный плов. Даже если ноль поймал, тоже можно. Женщик, что ты скажешь? Боялся пересолить. Рыбалка у всех удалась. Плов едет домой. Ольга Викторовна будет довольна. Поэтому пусть она, рыбалка, удастся и у вас. И пусть ваше семейство тоже будет довольны от вашего увлечения. Озеро Трофейное. Лыченко ждет гостей. Что там, Андрюхин? Я уже представляю, что это будет. Это будет бомба. Это будет издевательство, углумление. Поэтому лайков насыпьте, чтобы меня там не съели. Не съели. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова